Всем привет! Физкульт-привет! Мы выбрались на велосипедах с палатками тут недалеко от нашего города. Это мой первый такой выезд далеко на велосипедах, так что будем отдыхать. Первый раз я с ней на велосипеде проехала долго. Километров 12-13. Может быть, для кого-то кажется, это мало, но для моей попы это очень даже хорошее расстояние. Субтитры создавал DimaTorzok Все, мы дома, да, Владимир, скажи? Все, я дома, меня забрали родители. Что сегодня у нас будет? Кто-то будет, наверное, купаться в бассейне, может быть. Вот наш папа его сейчас собирает. Будет у нас опять бассейн. Как всегда будет, наверное. А может быть, не будет. Может быть, в этом году будет по-другому. Я просто всегда радуюсь сначала бассейну, а потом... А потом? Что потом? Да, я грущу. А почему я грущу? Потому что бассейн превращается в болотце. Да, потому что сразу с лягушками сразу... Я его чистить не люблю и не... Нет. Рома мне обещает, что он будет чистить, но потом Роме тоже некогда. И получается, что здесь у нас болотце. У меня много друзей. Каких? Чистильщиков в бассейне? Мне надо с ними куда-то кататься, поэтому я не успеваю. Очень приятно сейчас. Да? Да. Серьезное у меня? У тебя серьезное оправдание, прям просто, да. Сейчас... Ну, я дружелюбный. Ты молодец. Вот бы, если бы мои подписчики были мужчинами, по мне, либо тебя сейчас позавидовали просто. Владя, уже ждет, мой сладкий. Уже ждет, не дождется. Ходит вокруг. Где-то мы покупаемся, да, сына? А то единственное место это... На фундаменте, вот, после дождя. У меня такое горе, такое горе вообще. Не знаю даже, что делать. В озеленении нашей территории нам помогал сосед. У нас такой замечательный был сосед. Ну, он и есть, но... В общем, по личным сейчас причинам, по его, он не сможет нам больше помогать. Ему пришлось уехать. Вот. И я в шоке, честно говоря. Не потому, что там мы ленивые. Мы просто не умеем этого всего делать. Там, полить, покосить газон, это мы сами сможем сделать. Но просто он знал всегда, что зачем нужно. Там, клубничку, как ему надо обрезать, там, гортензии мои все. Там он как-то... Какой-то был у него порядок, он их там как-то чем-то подкармливал. Деревья обрезать. В общем, я не знаю. Придется эту всю науку осваивать. Я не знаю. Я переживаю за то, что наша территория может вся... Прийти в негодность. Но будем стараться. В общем, мы с Ромой распределим обязанности. Он отвечает за траву, газон, клевер, за деревья. За полив. А я буду отвечать за цветочки. Вот прямо сейчас я займусь клубникой. Хорошую соберу, а плохую буду выбрасывать. Мне, конечно, боль клубника в этом году. Я не знаю. Всех вот смотрите. Просто вот хорошая. Кто-то уже, кстати, подкусил. И вот еще она... Она еще не созрела, но она уже гниет. Из-за того, что у нас очень-очень много дождей. Прямо холодно было. В общем, приступаю к работе. Гнилую сейчас все переберу. Вот по всему. Потому что, чтобы она остальные хорошие не заражала. Вот сколько я насобирала. Много. Ну, много, конечно, и гниля выбросил. Осторожненько. Да, можно, можно. Попробуй. Надо попривыкнуть, конечно. Нужно привыкнуть немножечко. Решайся, сын. Ну, давай-ка. Давай-ка, мой сладкий. Мой маленький купальщик. Ну что ты, Бубочка? Ты довольна? Да. Попробуй. 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 Да. Да, можно, да. Можно. Смотри, так спрашивает еще разрешение. Наш, ты воспитанный. Все. второй день сегодня как бассейн поставили платьку туда не вытащишь и слава богу начались спокойные прекрасные ребенок занят не просит ни есть не пить в бассейне целый день я за ум взялась и буду настоящей садовницей что делать раз такая ситуация вот хочу сегодня вчера спросила вот такую сетку мы купили вот видите как здесь и плющ у нас здесь растет но на поле я сейчас это повяжите сетку и сделать так чтобы он рос сверху красиво и перчатки у меня для этого есть рома я сексуально садовник очень тогда поехали надо ждать небольшой перерыв я хочу выпить чай а чай у меня необычный смотрите какой красивый просто игра красок я люблю летом цитрусовый вот меня здесь имбирно-цитрусовый чай здесь я добавила имбирь лимончик апельсинчик и грейпфрут все это залью это будет великолепно просто и добавлю туда еще медика потом в общем я люблю и в виде чая и потом просто как напиток прохладный ароми я делаю смотрите какой чай я была удивлена когда мы познакомились что вот первый раз такое и больше наверно не встречал людей рома любит часть яблоками где мы туда яблочек порезала лимончик и чай и вот такой тоже с медиком будем сейчас чаевничать ну что нас мама справилась мама справилась тебе нравится как тут возле тебя будет красиво тебе нравится как красиво будет тебя да ты моя бузька ты моя желатушка ну что принимайте работу по моему я молодец ну конечно корявенько ну ничего я стараюсь я же только учусь главное что у меня есть желание учиться мне это нравится ну что я молодец главное не забывайте себя хвалить только хвалите себя искренне вот я этого раньше никогда не делала и вот сделала и что-то получилось и часто я раньше так обесценивала свои результаты там ну что так и так любой может сделать ну не любой у каждого человека есть свои способности таланты и что одному то что один может для другой не может и наоборот поэтому я этого раньше не делала сейчас сделала я кто я молодец и вы все молодцы поэтому любите себя не забывайте хвалить я все-таки надеюсь что у нас все получится и что мы будем за своей территории ухаживать потому что самое главное что мне это нравится я честно говоря девочки мальчики раньше думала что никогда в жизни чтобы я землей там что-то делала мне было фу но мне кажется это было вызвано больше тем что когда я маленькая была и росла у нас была дача и это всегда какая-то была но меня не заставляли работать на ее как другие там впахивают да и там то есть бабушка там сутками пропадала на этом огороде она всегда уставала не потом болела все я постоянно в этом и для меня ассоциация земля огород растений это какая-то каторга ну наверно у вас тоже так ну у многих да ну признайтесь вот а вот сейчас то есть я мнение огорода там для того чтобы там прокормиться для кого-то это тоже так но опять тогда нужно к этому относиться как средству пропитание тоже получать от этого удовольствие потому что вот нет другой возможности в общем скорее всего я уже доросла до земли поэтому мне даже уже еще до того как вот сосед не не сообщил нам о том что не сможет нам больше помогать не до этого уже мы с рамой ходили были мысли там какие-то такие знаете сделать грядочки но не вот как такую прям огород какие-то облагородить в красивых таких типа французских или подвесных то есть какие-нибудь там диковинки поворачивать вот чтобы не упахиваться а чтобы именно получать удовольствие помидорки черри там может быть там базилик и чё там еще в общем что-то такое может быть даже я и буду высаживать может быть даже к этому я приду и скорее всего что скоро приду ну что мы сами замечательные девочки мальчики мальчиков меньше по аналитике у меня 20 процентов мужчин смотрят и 80 женщин если прикинуть что у меня 680 подписчиков это примерно сейчас сейчас подождите считай лена ты же математику любишь ну если так очень грубо где-то 130 человек кстати 130 мужчин привет в общем самые дорогие люди мои подписчики я буду с вами прощаться я что хотел сказать я желаю всегда получать удовольствие от того что вы делаете не важно физический труд или какой-либо другой вот если что начали делать то постарайтесь от этого кайфовать все всех люблю обнимаю до новых встреч пишите мне комментарии вопросы подписывайтесь на канал ставьте лайк пока пока как всегда ваша елена обаева